Вот посмотрите, это уникальная фуражка с звездой Красной Армии. Это планшет, где военные командиры могли хранить документы. Мы очень рады, что у нас появился и кожаный настоящий экземпляр, где хранили свои военные документы. Ну и, конечно, уникальная для детей ручка, которая можно было пользоваться для написания рапортов ежедневно и карандаш, необходимый на войне. Все эти вещи принадлежат Алексею Павловичу Дунаеву. В годы войны он был командиром саперной роты. Сейчас предметы хранятся в школьном музее села Койлга Еткульского района. Их передал племянник в память о героическом дяде, который жил и трудился здесь. Дух патриотизма у школьников этого учебного заведения воспитывают и на примере Семена Васильевича Хохрякова, одного из самых отважных танкистов Второй мировой войны. В Советском Союзе было всего лишь 154 человека, кто стали дважды героями. И среди них 17 героев – это герои-танкисты. Мы очень рады, что Койлга – единственная школа в Челябинской области, кто носит имя дважды героя-танкиста. Руководитель школьного музея Ирина Борчук с увлечением и особым чувством рассказывает, как они вместе с учениками ведут активную переписку с внуками однополчан Хохрякова. Школьники поддерживают связь с родственниками не только из России. Письма приходят даже из Лондона. О подвигах танкиста Хохрякова знает каждый житель Койлги. Примечательно, что у селян есть и другие поводы гордиться своей малой родиной. Южноуральское село известно во всем мире благодаря крупному месторождению мрамора. В прошлом году к нам приезжала делегация из музея Московского митрополитена. Это совсем не случайно, ведь Койлга известна белым мрамором. И из 222 станций Московского митрополитена более 100 облицованы нашим мрамором. И поэтому, приехав в музей, нам подарили значок, книги. Мраморы с Койлгинского месторождения широко использовали по всей стране. Так, например, Койлгинским мрамором облицованный храм Христа Спасителя в Москве. Мемориальный комплекс на Поклонной горе. Знаменитая мечеть Кулшариф в Казани. И огромное количество правительственных и культурных зданий. В частности, драматический театр имени Наума Орлова в Челябинске. Среди других экспонатов музея Койлгинской школы разнообразные предметы быта. Утюги, ткацкий станок, керосиновые лампы. Здесь же хранят часть кубков, которые завоевали на различных соревнованиях ученики. Но есть и вовсе раритетные экспонаты. Например, старинные рукописи. Сейчас у меня в руках уникальный экспонат, датированный 1913-14 годами. Это метрическая книга, из которой можно узнать, кто родился, умер или познал таинство венчания в Койлгинской станице. Один из последних экспонатов появился в музее в прошлом году. С ним связана необычная история. Однажды семиклассники вместе с учителем математики, работая на пришкольном участке, обнаружили пушечное ядро. Мы копали компостную яму для сухих листьев. И они мне сказали, что они нашли колечко. Я вспомнила, что по истории, моя бабушка рассказывала, здесь была конюшня. Я говорю, ну, наверное, от сбруи какая-то часть. Подошла посмотреть, что же это за колечко. Оказывается, это ядро. Учитель замерила с детьми диаметр и вес пушечного ядра. И сделала весьма серьезное предположение, что этот артефакт мог пролежать в земле еще со времен Емельяна Пугачева, который вместе с восставшими проходил здесь в 1774 году. Теперь исследователям исторического музея Южного Урала предстоит изучить находку и вынести вердикт. Правда ли, что этому ядру уже три века? Возможно, у Кейлгинсов появится еще один весомый повод для гордости. Алена Павлова, Артем Большаков, ОТВ.